Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как и всегда, мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальный фон минувшего торгового дня. В данном случае это торговая сессия понедельника. Друзья, самое интересное, что сейчас мы по-прежнему готовимся к двум важным, суперфундаментальным событиям. Это заседание ОПЕК. Уже подтверждено, как я и предполагал. И на основании того, что удалось найти на рынке, эту встречу перенесли на 1-2 июля. То есть нам будет что ждать, друзья, на следующей неделе. Сейчас мы фокусируемся на предстоящей встрече между лидерами США и Китая на полях саммита G20 в Японии. В конце недели событие номер один для и фондовых рынков, и для нефти. Почему? Потому что это событие и возможность возвращения стран к переговорам может снять самый большой риск, который сейчас присутствует на рынке. Это риск замедления темпов роста мировой экономики. Это угроза, которая бьет буквально по всему риску и, с другой стороны, провоцирует повышенный спрос на защитные активы. Это два основных центральных инфоповода, за которыми мы продолжим следить и на которые мы ориентируемся как на катализаторы дальнейшей динамики. Что касается локальных событий, то сейчас их не так уж и много. Если взять котировки нефти, мы сейчас на уровне 63-62, то есть в целом, в принципе, там же, где были день назад. Для нефтянки сейчас определяющей темой является ближневосточный конфликт. И наверняка вы обратили внимание, как активно растет снова золото, что происходит с доходностями американских облигаций. Они уже закрепились ниже 2%. И как активно сейчас снижается пара доллар-иена. В принципе, то, что нам и нужно. Это следствие того, что в понедельник Трамп расширил санкции против лидеров Ирана. В ответ на что Иран сообщил о том, что дипломатия теперь быть, в принципе, никакой не может. И США сами разрушили вот эти каналы потенциальных переговоров. В моменте это усилило нагрузку на новостной фон и спровоцировало риск того, что страны действительно могут прийти к военному открытому конфликту со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, в любом случае, друзья, я сторонник того, чтобы войны ни в коем случае не был. Я вчера на вебинаре также говорил. Лучше обойтись без нее. Безусловно, даже нам, спекулянтам, при определенном раскладе, возможно, эскалация нам была бы и нужна. Но это не тот, скажем, фон, друзья, на котором лучше можно зарабатывать. Мы найдем другие триггеры, на которых поспекулируем. И также сможем добраться до целевых ориентиров. В любом случае, по нефтянке сейчас рынок следит за тем, как обстоят дела на Ближнем Востоке. Я предлагаю, друзья, также пока что держать статус-кво, сохранять обожидательную позицию. Мы уже скоро начнем действовать. Я думаю, что это прямо в начале следующей недели. На текущий момент могу сказать, что лично мое мнение, в конце концов, будет упираться о возможности продаж нефтянки. Потому что я сейчас вижу, что санкции США привели к тому, что экспорт Ирана, на самом деле, просел гораздо сильнее, чем даже я думал. И прогнозировал, я допускал, что падение экспорта может, ну, экспорт может снизиться примерно до 500-600 тысяч баррелей в сутки. Оказалось, что уже до 300 тысяч. Поэтому этот фон можно, друзья, представить немножко в ином свете. Например, рассмотреть с точки зрения того, какое решение примут страны ОПЕК, а плюс на заседание 1-2 июля. Ну, то есть санкции против Венесуэлы, против Ирана уже потенциально привели к серьезному, даже не потенциально, уже привели к серьезному снижению мирового предложения нефти. И вопрос на засыпку, ну, необходимы ли дополнительные усилия со стороны ближневосточного картеля и России по поддержанию стабильности ТЦ. Ну, зачем еще больше снижать поставки на мировой рынок? Я думаю, что эта аргументация будет рассмотрена странами ОПЕК. Точно такой же подход будет разбираться. И в конце концов, я думаю, что решения могут все-таки и принять в пользу того, чтобы не продлевать действия энергетического пакта на второе полугодие. Это негативный, друзья, момент. Ну, и еще, как вы понимаете, по отношению и ситуации касательно торговых споров США и Китая, я не жду какого-либо прорыва в эту пятницу. Поэтому больше настраиваюсь на скорые агрессивные распродажи нефтянки, которым планирую подключиться, но будут держать вас в курсе. Доллар иена 106.80. Преодолели мы поддержку 107, как и было, в принципе, заявлено изначально. Действительная ситуация вокруг Ирана сейчас спровоцирует трейдеров уходить в защитные активы. Иена пользуется большим спросом, так же, как и золото. Давит на пару еще и перспективы смягчения монетарной политики в Штатах. Сейчас трейдеры уже вот который день, начиная, получается, со среды, ну, никак не могут успокоиться и оставить в покое доллар. Давит на него, сбрасывает его со счетов в расчете на то, что первое снижение процентной ставки уже будет обозначено в июле. То есть в следующем месяце есть даже, друзья, предположение, что ставки могут быть снижены на 50 базисных пунктов. Скептики уже стараются лоббировать идею того, что у доллара будут горизонты для еще большего снижения тем, даже тем, что потенциальный прогресс в переговорах США и Китая, он ни к чему не приведет и не повлияет на позицию американского регулятора относительно снижения процентных ставок. То есть нужно уже смириться с тем, что ставки будут снижаться и дальше. Напоминаю, что на этой неделе у нас серия важных отчетов. Буквально с завтрашнего дня мы начнем их разбирать. Это заказан товар деятельного пользования. Потом динамика темпов экономического роста, индекс расходов на личное потребление. И уже в понедельник, когда мы в прошлом времени будем говорить об этих отчетах, я думаю, что мы точно определимся, стоит ли нам ждать снижение процентной ставки в июле. Пока что доллар и иены снижаются на фоне тех факторов, которые озвучил события на Ближнем Востоке и желания отыграть мягкую экономическую политику. Действуем в этом тренде и ставим уже на снижение ниже отметки 106. Евро против доллара, друзья, 1.1410. Рост европейской валюты будет продолжаться ровно столько, сколько нужно трейдерам, чтобы отыграть мягкую политику Федрезерва. Я думаю, что, наверное, энтузиазм уже скоро сойдет на нет. Но все-таки уже агрессивные распродажи идут довольно долго. И участникам рынка придется сфокусироваться на монетарной политике непосредственно по еврозоне. А тут у нас еще и слабые отчеты по индексу делового оптимизма от ИФА. Худшие показатели с 2014 года. В целом бизнес-оптимизм с 97,9% до 97,4%. Индекс оценки экономических ожиданий 94,2% с 95,3%. Мы помним, что было обозначено Драги в плане ожиданий по осмягчению экономической политики и снижению процентной ставки. Между прочим, со 2016 года уже три года Европейский центральный банк держит ставки на текущих значениях, хотя ранее планировал сохранить их низкими всего лишь один год. Но ЕЦБ очень часто ошибается. Как в этом мы не раз уже убедились. Политику нужно смягчать и настраиваемся на этот режим и, соответственно, на слабость евро в будущем. Фунт против доллара 1,2752. Картина не изменилась существенно за последний день. Я возвращаю вас к аргументам слабости фунта, которые я использовал в ходе вчерашнего брифинга. Это Brexit и, разумеется, слабая статистика. И расчет на то, что Банк Англии также принкнет к прочим регуляторам, которые планируют смягчать экономическую политику. Доллар канадец 1,3182. Я считаю, что эта пара сможет показать в рамках этой недели хороший рост, потому что жду очень сильного тотального разочарования трейдеров после выхода данных по темпам экономического роста в эту пятницу. Поскольку сейчас слишком много оптимизма связано с тем, что Банк Канады не будет снижать процентные ставки только потому, что вышел невероятно сильный отчет по инфляции. При этом у нас ранечные продажи в пятницу минувшие были плохими. Сейчас закрепление результата слабыми цифрами от ВВП и, пожалуйста, снова разговор о том, что Банк Канады должен быть, возможно, так же проактивно настроенным, как и ИЦБ и Федрезервы. И все-таки признать, что один отчет локальной тенденции негативной не меняет и лучше действовать в унисон со всем рынком, стимулировать экономику. Пока есть еще возможность для этого, нежели потом работать с ошибками и с реализованной угрозой еще большего экономического спада. Поэтому я настраиваю, друзья, что до конца этой недели мы улетим выше отметки 1.3251.33 и будет совсем круто, если нам еще поможет нефтянка. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok